Урочистые митинги, тематичные выставы и концерты. Сегодня у Гомеля означают 75-ю годовину вызволения города от нацистских захопников. Алексин Серов наведал шерах мероприемств. И когда жители узнали, что вот там насыпают курган, побежали с детьми, с ведерками и тоже принимали в этом участие. Но в основном, конечно, эта земля была привезена строителями и воинами нашего гарнизона, который размещался в Лещенце. В 13-е годы тому у Гомеля народилась традиция добавления у куран славы земли, якая привезена с месту боевых подвигов советских грамотян. Причем размова не обовязковая идя об буйных битвах. У приватности сегодня на куран славы у Гомеля унесена земля Сажлобина и Будокошалевского района, где денежили молодежная группа подпорщиков. В 1942 году они были арестованы и загинули. За час пройдения акции «Беларусь и земля ратной славы» яеуденниками стали свыше 11 тысяч человек, якие привезли землю с больше 400 местов. Ускладенная до мемориалу кветки – знак удячности усим, кто змагался за свободу и незалежность родимы от местовых органов улады, ветеранов иуденников войны, громадских организаций. В этот день мы думаем об одном – не дай Бог, чтобы это повторилось, не дай Бог, чтобы наши дети, наших детей коснулось такое, что коснулось нас. Дай Бог, чтобы светлый день, вот и такой, как сегодня, чтобы постоянно рады были все друг другу, человек человеку, улыбались. И еще раз некольких годин с центральной прессовкой урочистости становится мемориал «Вечный огонь». Это место реального похования червоно-армейцев, партизан и подпорщиков, якие загинули под час Великой Отчины. Традиции проведения тут митингов утка вспомнится 70 годов. Сегодня у Гомеля наличивается около 20 помников и обелисков, якие мать дочинения до падения Великой Отчины войны. Самые первые в 1949-м открыли на Ляшинских могилках. Про сгод в 1950-м, вот тут на площади пресса, побудовали мемориал «Вечный огонь». Ворох занял Гомель про 58 дней после початка войны. Об героизме оборонцов можно мерковать по таких лечбах. На Гомельском напрямке закопники строили коля 80 тысяч солдат и офицеров, колеса самолетов и 200 танков. Окупация протягивалась 27 месяцев. За этот час у Гомеля было разборено 5 тысяч будинков, путемли к усе предприемства, школы и больницы. 13-го кастричника 43-го оккупанты выдали загад об промысловой эвакуации мирного населенияства. На момент вызволения у города не было светла, тепла и воды. Город лежал в развалинах. Даже если не развалины, то выгоревшие дома. И даже по улицам нельзя было пройти, кругом был кирпич, мусор после того, как освободили от немцев. Люди выходили на работу, несмотря на голод и холод, выходили, очищали кирпичи, чтобы их можно было использовать второй раз в строительстве города. За мощность и героизм, проявленный при вызволении Гомеля, 23 звучаниями частям было присвоено намение Гомельской. Сегодня начатки этих червона армейцев служат уже в белорусской армии. Поча святкования дня вызволения Гомеля, они принимают дело в военном параде. И еще праздник, как и хвилин, у быдинку областного громадского культурного центра, они продемонструют зброю, якая находится в сучасной армии. За 75 годов шмат чего изменился. Утемляку и в самим Гомеле сегодня это буйный промысловый и транспортный центр. А продукция местовых предприемцев поставляется на рынке 90 краей света. Але, реализуючи масштабные планы, тут добро ведуть простую истину. Будучи, они придя до того, кто не памяты минулого. Олег Синтеров, Сергей Лукашук, телерадо компания Гомель.